Всем привет! Без дискуссии на тему параллакс маппинга, мейкер не мейкер. Плагин, который я буду использовать, вы найдете в описании под роликом. Самое сложное в параллакс маппинге приготовить картинку для карт. Нам понадобится картинка с меткой земля ground. Это то, что будет находиться под игроком. Картинка с меткой пар. То, что будет находиться над игроком. А еще я с помощью плагина подключу туман. Сегодня мы не будем делать освещение и тени. Автор плагина разрешил мне сделать этот обзор. Даже в ускоренном режиме видно, что рисование картинки занятия сложные и довольно нудные. Если вы не любите это так сильно, как я. Готовые картинки я буду сохранить в формате png с прозрачным фоном. Картинки должны совпадать по размеру с картой, на которую они будут наложены. Именование и расположение картинок в папках с проектом объяснено в описании к плагину. Их можно сохранить в папке изображение параллакс. Или создать в папке изображение отдельную папку оверлей и уже в нее по подкатегориям распихать картинки. И все это подробно расписано в описании к плагину. Важно, чтобы название картинки начиналось с обозначения части, которую она представляет. Граунд, параллакс, тень и свет. А заканчивалось номером карты, для которой должно срабатывать. В нашем случае это карта номер 5. Сам плагин стал более интересным и комплексным. Это будет ознакомительное видео. Я рассмотрю самые очевидные функции этого плагина. Картинки вместо тайлов и наложение тумана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я сохраняю свои картинки в папку с паралаксами. Чтобы увидеть картинки, нужно не только правильно назвать их и положить в нужную папку, но и вписать их в поле заметки для карты через настройки карты. Это делается с помощью команд, указанных в описании и в описании к плагину. Важно! Важно! В настройках плагина обязательно нужно выставить Enable Overlay на True, чтобы картинки оверлея стали показываться. Менее важно, я перенастроила обязательную часть названия файла для каждой картинки, чтобы писать одну букву и номер вместо целого слова. И еще в названии картинки из номера карты 005 пойдет только 5 без нулей. Приятным дополнением к функционалу плагина является настройка проходимости через регионы. Прямо в настройках выставляются номера региона для разрешения запрета прохода для разных категорий, как для игрока, так и для событий. Также через команды можно настроить наложение и скорость движения тумана. Чтобы заработал туман, его нужно включить на карте. Я это сделала параллельным событием. Переключатель, который будет отвечать за включение-выключение тумана, задается также в настройках плагина. Чтобы событие не мешалось и не повторяло свое параллельное действие все время, мы переводим его на пустую страницу. Крайне удобно иметь проходимость по регионам и параллакс маппинг в одном плагине. Что в итоге? То, что раньше называлось Orange Overlay, теперь называется Cyclone Maps. Cyclone приобрел множество полезных функций и стал удобнее. Думаю, следующее видео мы посвятим продолжению разбора полезных функций этого плагина. Видео выходят на канале каждый четверг в 19.00 по Москве, в пятницу в 19.00 у нас стримы, также в субботу стримы в час дня по Москве. Спасибо за просмотр, верьте в себя, все получится, я верю в вас.